Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Шорох, и это симулятор рыбалки Fish'n'Planet, замечательная игрушка, то есть если вам надоело, например, сливаться там в доте, в кс-ке, или еще в каких-либо играх, то советую вам зайти, здесь просто можно отдохнуть, расслабиться, восстановить свои нервы, ну или, например, вы ждете четвертую русскую рыбалку, разработчики, как мои видео, не спешат ее выпускать, у них свои дела. Бать, тебе нормально? Нормально все? Нормально, говорю, все? Рыбачишь? Давай, рыбачь. Клюет хоть? Ага. То здесь вы можете скоротать время. Так, что из себя представляет игра? Она еще вроде бы на бета-версии, постоянно выходят какие-то обновления, там фиксы и так далее. Само же по себе, вот такая вот у нас карта есть, с разными локациями. Они открываются по мере того, как вы прокачиваете свой уровень. Не знаю, сколько здесь, 25 их, по-моему, максимальных, или 23 пока, но это все еще для вас будет в будущем, потому что уровень, чем дальше, тем хуже качается. Ну вот мы видим, у меня закрытые есть, здесь 20 нужен. Сначала у вас будет открыта вот эта вот локация, начальная Миссури, а здесь мы будем ловить рыбу. Ну и по мере прокачки будут открываться другие. Так, это у нас карта. Дальше у нас здесь есть вкладка дом, то есть все, что вы покупаете в магазине, если не помещается в ваш рюкзак, то она будет складироваться у вас здесь, в доме. Потом вы просто будете себе в рюкзак его перетаскивать, то, что вам надо. Так, магазин. Магазин здесь большой, пополняется тоже он по мере обновлений. То есть здесь мы подбираем снасти по уровню, ну, несмотря на какую рыбу мы пойдем. То есть здесь много всего. Сами потом посмотрите. Дальше это наш профиль. Здесь наибольшая рыба, которую мы ловили, показывается трофеями, обычная, на что ловили. Также здесь ачивки есть, которые открываются. Так, далее у нас идет рейтинг игроков, список друзей, ну и руководство. Зайдем на нашу начальную локацию, я просто покажу здесь, как, ну, поплавочная ловля, спиннинговая, как реализована. То есть, смотрите, вот это наш водоем начальный. Здесь вы будете появляться. Здесь два места. Выберите сами по желанию, где он лучше ловит. Ну, рыба здесь одна ловится на одном, другая на другом. Перед тем, как заходить, смотрите день, какой у вас сейчас идет. И смотрите вот график. Синеньким обозначается график активности рыбы. То есть, вам нужно зайти, например, у вас будет утро, 5 утра. Посмотрели, у вас там рыба начинает нормально с 12. Вы перемотали время и начинаете ловить. Да, еще хотел сказать, здесь есть донат. Вон, золотые монетки не покупаются за донат. Он здесь несущественный, так как их можно заработать, выполняя достижения. Также, по-моему, раз в неделю их дают, если вы каждый день заходите. И за вылов уникальных рыб, там по три штучки, по-моему, капают. Ну, так вполне хватает и обычной валюты. Некоторые вещи лучше, там, конечно, за голду покупать. Так, перейдем к нашей рыбалке. Сейчас вот мы зашли, у нас 5 утра. Там показано, что рыба начинает ловиться с 12 примерно. Хорошо. Нажимаем кнопочку Т, перематываем время на 12. Погода, конечно, у нас не очень. Пробуем под берегом что-нибудь поймать. Я не знаю, я на червя давно ловил. Это еще поначалу было. Ну, может, что-то клюнет. Поплавочная вот такая вот здесь рыбная ловля. Может, что-то клюет. Справа у нас индикатор. Там видно, когда поклевка начинается, он подсвечивается. Ну, и также за поплавком можно следить. Да, что-то поклевало, поклевало и ушло. Ну, опять же, на червя здесь, это, ну, начальные рыбки там клюют по 200 грамм. То есть, на них вы поначалу будете прокачиваться. А потом уже перейдете на более крупную рыбу. Можно также сделать дальний заброс. Нажимаете F11. Правой кнопкой мыши прицеливаетесь. Ну, это телескопка у меня. Тут небольшой заброс. Если хотите забрасывать на 50 метров и дальше, что вам мачтовое удилище надо будет покупать. Мы забросили на 17 метров. Я не знаю, на этой локации, по-моему, на таких дистанциях мало что ловится. Здесь все в основном под берегом. Нажимаем F11, меняем обратно на стандартный заброс. Ну, наверное, скорее всего, глубина у меня большая. Я просто давно уже не ловил этих мелких рыбешек. Ну, видели, что так левало на червя. В следующем видео я расскажу, как поймать нам здесь сама. Обычного, ну, мелкого там и крупного. Так, это у нас получается поплавочная такая ловля. Перейдем к спиннинговой. Здесь у меня басовый джиг есть. Вот, видим, спиннинг можно забросить подальше. Опять же, все зависит от того, как вы соберете свою удочку, снасть. То есть, надо правильно подбирать, чтобы далеко забрасывать. Ну, это еще зависит от локации. Здесь реализованы разные виды проводки. Здесь целая куча. И на каждую рыбу там нужно определенное. Ну, иногда там на две, например, разные может рыба брать. То есть, люди используют ту проводку, которая им удобнее. Надо же поймать хоть что-то. Блин. Я здесь уже давно не ловил просто, ребят. Так хотел показать именно сам процесс, как происходит. Попробуем еще раз под кусты. У нас тут стоит басовый джиг. Пробуем вытащить баса, если получится. Я просто не помню, какой проводкой его нужно ловить. По-моему, оп, есть. Попался. Трещотку мы регулируем клавишами плюс-минус. Лучше, конечно, ставить на троечку, трещотку, потому что на четверке, если у вас горит желтая катушка, катушка у вас будет снашиваться. Потом ее придется, чтобы отремонтировать, выходить в мир. И уже в доме в своем, там, на ключик нажимая, вы ремонтируете вещи. Некоторые за голду ремонтируются, некоторые так. Но чтобы вот вам в мир выходить, вам придется потом, чтобы вернуться на эту локацию, платить деньги. Поэтому не советую делать это постоянно. То есть, до пятого уровня, там, вам лучше сидеть на начальной локации. Ну вот, на басовый джиг попала сильная рыба. Она здесь часто попадается. По-моему, самую большую ее на 4. Чем-то килограмма вытаскивал. Можете нажать X, рассмотреть ее. И выбираем или отпустить, или забирать. Но на эту рыбу нет ограничений, поэтому мы ее забираем. Вот, в принципе, такая вот рыбалка. В дальнейшем я расскажу, как, на что и где лучше ловить. Ну, а пока что все. Лучшая благодарность для автора это лайк и подписка. Желаю всем удачи в рыбной ловле. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok